Итак, всем привет! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проектов www.vodushin.ru, www.vodoblog.ru и www.vodoblog.ru Сегодня, в этом видеоподкасте, я расскажу вам о том, как можно расширить спектр задач, выполненных портативной макеварой Бадюкашилова, то есть макеварой МБШ, мини-камертоном. Очень короткий подкаст, потому что в основном тут будет изложена самая главная суть. Дело в том, что макевару Бадюкашилова можно еще размещать не только в вертикальном положении, но и в любом, соответственно, положении, под которым находится то крепление, на которое вы делаете все фиксируете. Соответственно, ее можно разместить и на горизонтальную поверхность, например, на скамейку или на лавку. В этом случае можно будет отрабатывать постановку нисходящих пробивных ударов, которые в основном применяются для демонстрации силы, для демонстрации томешивания. То есть, когда ломаются кирпичи, лед, доски, удары, тыцуй, шута, то есть сверху вниз. Я уже говорил в одном из предыдущих аудиоподкастов о том, что макевара идеальный инструмент для тренировки и постановки помешивания. Так как имеется в виду макевара спружинище, и лучше всего такой, у которого есть отбойник, чтобы добить до которого баёк, надо, чтобы был сантиметров 10-20, потому что именно таким образом наносятся удары при проламывании предметов, то есть за пределы мишени. Здесь, собственно говоря, и получается такая же суть, что надо добить горизонтально расположенный баёк до горизонтально расположенного же отбойника, как в томешиваре, выполняемые нисходящим ударом. Вот ещё один показатель, почему, собственно говоря, баёк и отбойник макевары не должны находиться под углом друг к другу. Иначе, собственно говоря, уже проблемы в том возникают, чтобы закрепить таким образом макеваром, чтобы бить с горизонтальной поверхностью ударом сверху вниз. Поэтому, ещё раз, обязательно баёк должен быть отбойнику параллелен. Это наилучший тип конструкции. А макевару, пожалуйста, используйте для тренировки по постановке Томешивара. Удачи!